В 1981 году храм Преображения Господня был признан памятником архитектуры и взят под охрану государства. В стилистике Хосинской церкви использовались образцы русской и византийской архитектуры. Здесь переплелись традиции как классические, так и средневековые. Ну а все, что вокруг храма, это богатое зеленое убранство, дело рук современных мастеров-садоводов. Вот уже пять лет поддерживает сад, никогда заложенный протеиреем Ильей Быстровым, супружеская пара Светлана Гончарук и Николай Сахалов. Они венчались в этом храме и здесь же теперь трудятся не покладая рук, причем трудятся с любовью и богом в душе. Оттого и храмовые территории необычайной красоты, и плоды на деревьях сладкие и сочные. Цветы для меня это все, я не знаю, это радость, это счастье, это моя душа, я не знаю, ну все. Я прям люблю землю. Мандарины и апельсины уже поспели, сегодня плоды срезали. Первый сбор урожая освященный пробуют обычно прихожане. Правда в этом году, в отличие от прошлого, цитрусовых на порядок меньше, но все равно их видно издалека. Церковь была построена в 2014 году на возвышенности и гармонично связана с окружающим рельефом. Этот гефсиманский сад, так называемый, он украшает наш храм. Он, можно сказать, экзотический гефсиманский сад, потому что здесь мандарины, апельсины. Мы насадили также оливковые деревья. Многие приезжают гости нашего города, жители нашего города, они фотографируются, оставляют память себе. То есть это вот то духовное начало, которое способствует тому, чтобы человек, он прикрепляется к этой красоте, вот внешней. Через эту внешнюю красоту, говорит настоятель храма, человек приходит к личной духовной красоте. Попробовать плоды сочинского гефсиманского сада можно будет уже в это воскресенье. Мандарины и апельсины раздадут православным сразу после божественной литургии. Гелена Всецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.